Приветствую вас. Я открыл ваш профиль и увидел там предыдущий вопрос, который вы задавали. В нём вы достаточно подробно описываете свою проблему. То есть, ну, это, в общем-то, описание проблемы. Оно есть. Сейчас вы задаете вопрос тоже психологу. И пишите только два по сути слова. Ну, два, две фразы. Что неудачный уход с работы и панические атаки. Всё. Больше вы ничего не пишете. Первый вопрос к вам. Из-за чего вы преподавали во втором своём сообщении, во второй публикации своей, а не раскрывать детали, никаких проблем. То есть, проблема для вас настолько пустяковая и неважная, что вы не считаете нужным рассказать подробности. То есть, ну, грубо говоря, если это, значит, например, неудачный уход с работы, да, то в чём именно заключается его неудачность этого ухода с работы. То есть, в чём она, эта неудачность заключается, знаете. Из-за какого представления о мире, да, вы считаете и полагаете, что уход с работы должен быть удачным. Понимаете? Какой момент. То есть, ведь очевидно же, что вы по какой-то причине так считаете, вы считаете, что уход с работы вообще, ну, может быть удачным. И у меня к вам, собственно, вот именно такой вопрос. Вы смешиваете рабочее и, значит, лично. По какой причине? Из-за чего? Получается, вы работаете с какой-то определённой целью. Получается, что работа может вас задеть. Получается, что вы уязвимы в работе. Получается, что вы какие-то свои, значит, ну, индивидуальные особенности. Какие-то свои, может быть, ну, может быть, недостатки, может быть, вот какие-то трудности. Вы их не принимаете. По какой-то причине. И у меня вопрос. Опять же. Из-за чего? Понимаете? То есть, вы считаете, что, наверное, на работе может быть что-то удачно или неудачно. По какой причине? То есть, допустим, допустим, вас на работе, там, грубо говоря, унизили или оскорбили. Допустим. Это понятно. Значит, в таком случае проблема решается либо через начальника, либо через суд. Потому что на работе вам никто ничего не должен. Потому что в таких местах люди руководствуются только своей выгодой. И это на самом-то деле нормально. Нормально руководствоваться только своей выгодой. В данном случае. Ну, просто потому что это естественно для людей. Как бы, как бы там кто-что не говорил. По факту. Вот. Понимаете? Другое дело, другое дело. Если вы видите проблемы там, где их нет. Это уже другой вопрос. Дальше. Дальше. Значит, можно сказать так. Если проблем явных нет, то есть, ну, явных каких-то вот проявлений негатива к вам нет. То здесь, в принципе, вполне возможно действовать, ну, в самом, что ни на есть, обычном режиме. Обычной форме. То есть, вы просто занимаетесь тем, чем, чем должны, и все. Там эта работа. Так или иначе. Другое дело, вот, если вы не можете воспринимать то, что вы делаете, как работу. Ну, это уже, согласитесь, немножко из другой оперы. Да? То есть, тема здесь в том, тема здесь в том, насколько вы способны отграничить то, чего вы хотите, то, в чем вы нуждаетесь, то, что для вас важно, от того, что вы делаете. Вот, по сути, это такая работа. Теперь. Теперь. Если мы говорим о панических атаках, то здесь, опять же, важный момент, как, кто, когда поставил вам этот диагноз. Потому что это диагноз. Ну, понятно, что панические атаки, они имеют природу, то есть, в основе лежит страх, значит, тревожность, может быть, паника, как острое проявление страха. И, соответственно, можно говорить о фобиях. То есть, ну, может быть, у вас имеет место быть фобия. Опять же, я не знаю, но может быть. И если это так, если это так, то, соответственно, нужно, чтобы вы вместе с психологом по этой проблеме работали. То есть, первый раз, например, у вас проявились подобные симптомы. Не первый раз. Ну, и так далее. И с паническими атаками работают врачи. Нет, конечно, можно работать и с психологом по паническим атакам. Но есть вероятность, что без лекарства, ну, без препаратов, вам будет сложно. Поэтому, я рекомендую, вот, именно вам, да, я рекомендую, все-таки, обратиться за диагнозом. Потому что, ну, непонятно, откуда вы взяли то, что у вас, вот, панический атак. Что-то, а почему вы решили, что они у вас? И это именно они. Вот. То есть, вы же не будете, наверное, сами себе ставить диагнозы. Да? Вот. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Для консультации с психологом нужно все-таки немного больше информации о вам. Ну, по сути, по сути. А так, как вы это сделали, вот, в первом вопросе. И, то есть, грубо говоря, начал бы я именно с того, чтобы спросил, а вот по какой причине вы, значит, окраска, описали свою проблему. Значит, а если у вас остались вопросы, пишите в субличку. Я буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова